Девять регионов, в том числе Хакасия, Ингушетия и Адыгея в 2022 году не смогли добиться целей по уменьшению уровня бедности населения. Об этом заявил вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации, сообщает пресс-служба правительства страны. Между тем, эксперты МГУ до 60% жителей России относят к малообеспеченным, что означает уменьшение прослойки среднего класса. Со времен Древней Греции считается, что средний класс это становой хребет общества. Это те люди, которые уже немалого добились в жизни. Им есть чего терять. А значит, они всегда готовы выступить на защиту своей Родины. То есть это золотая середина между богатыми, думающими только о преумножении своих капиталов, и бедными, которые надеются лишь на помощь государству. Это опора для государства, которая, с одной стороны, сама себя обеспечивает, эта категория граждан. С другой стороны, не обладает возможностью и не распоряжается значительным количеством национальных ресурсов и национального достояния. Есть разные оценки, кого можно причислить к среднему классу. Например, это возможность планировать траты на срок от трех месяцев, полное покрытие расходов на еду и одежду, а также наличие долгосрочных финансовых целей. Если одного из этих факторов нет, то домохозяйство можно причислить к малоимущим. Согласно исследованиям, проведенным экспертами МГУ, категории граждан, у которых отсутствуют один или два таких критерия, можно отнести до 60%. Главные причины – сложная внешнеэкономическая и внешнеполитическая ситуация последних лет. Конечно, траты наши увеличились, как у государства в целом, так и у общества. Естественно, напряжение возросло. Понятно, что уровень понятия потребления и достатка откатывается на какую-то опять грань. Переломить эту тенденцию мог бы целый ряд шагов со стороны федеральных властей. Это и меры социальной поддержки, и индексация зарплат бюджетников. В первую очередь работников образования, здравоохранения и науки. Это поможет поднять доходы населения и вернуть показатель среднего класса к 60%, что считается нормальным для любого развитого общества.